С нами эксперт, директор экспертного центра Арсен Кураян и Марина. Марина тоже живет в районе площади Ленина. Что изменилось в самом переходе, Денис? Мы сделали кнопочку, на которую надо нажимать, и еще мобильный телефон. Давай покажем. А тут есть какие-то правила для кнопок размещения? Есть, они должны быть в доступном месте. То есть ты должна ее достать? А попробуй, ты ее достанешь вообще? Так, ну вот замечание, кстати. То есть тебе надо вот так объехать, вот сюда спуститься, чтобы достать до этой кнопки. А вот так уже да. Подождем немножко, если никто к нам не придет, мы позвоним по этому мобильному телефону. Так она что не достает? Достает, если встанет. Не отвечает? Нет. Чтобы потом не говорили, что мы не звонили. Да, мы пробовали. Вот, собственно, на бумажке здесь внизу есть этот номер. Мы правильный номер набрали. Так, может, у него в субботу выходной? На самом деле человек здесь есть. Неоднократно мы его видели. Вот. Но, скажем так, в нужный момент его нет. Это значит, его имени нет. Ну, и все молитвы, он может поехать в любую секунду. Что ж, он должен здесь стоять, пока его переходить. Бабушка старенькая, слепой, состояние плохое. Вот, обратите внимание, вот это все, это запрещено. Вот такие пандусы? Это не пандус, это так называемая аппарель. Аппарели, они ни по каким нормам не проходят. Они запрещены для установки. По ним нельзя ни людям с инвалидностью на крестоколяску спускаться, подниматься, ни мамам с колясками, никому. Так они место занимают просто. Они и место занимают, и запрещены. И к тому же еще поручни сделаны не по нормативу. Диаметры и все остальное. Здесь некоторые характеристики не учтены. Сейчас не буду останавливаться на этом, потому что потеряем много времени. Единственный выход в пешеходных, подземных и надземных переходах, это установка лифтов, которые доступны будут для всех. Нужно устанавливать, потому что тогда они будут отвечать тем задачам, которые поставили руководство нашей страны. А руководство страны поставило задачу о доступности для всех групп инвалидов. И маломобильных групп не только для какой-то одной. Это у нас и мамы с колясками, и престарелые люди, которым тяжело подниматься, спускаться по лестницам. Это и люди с инвалидностью на кресло-колясках. И с нарушением опорно-двигательного аппарата. Их достаточно много людей. Мы не должны кого-то ограничивать. Мы должны сделать доступ для всех. Марина, а как ты будешь переходить улицу, если тебя здесь не спустят? Я могу продемонстрировать. Продемонстрировать? Да. Давай. Вот смотри, это фор. Это фор зеленый, когда горит красный, Ленина едет. Я выезжаю с этого патуса, поворачиваю вот туда, и вот вдоль пересекаю вот это переключение. Пока Ленина едет, на Пикана Саид, я еду вроде вот так вот. И так каждый раз? Да, конечно. А если здесь, скажем так, здесь нет светофора пешеходного? Здесь автомобильный только светофор? Автомобильный. Я смотрю, что сколько секунд будет там ехать. Соответственно, у меня на это есть столько же секунд переехать туда, на дорогу. Но они же поворачивают и могут вас... Поворачивают вот здесь, да. Ну, как бы... Они должны понимать, что вы едете. Понимать. Ну, как-то обозначаю рукой. Я знаю отличный способ, как можно переходить дорогу вам, законно. Вызывать ГИБДД и перекрывать движение. Дежурный к нам не вышел и не перезвонил. Мы решили пойти в обход. Слушай, а где кнопка? А почему там есть, а здесь нету? Чтобы... Одна кнопка на один переход. Одна кнопка на один переход. Там нажали, здесь прибежали. Сейчас будем звонить. Мы вас ждем. Мы стоим со стороны гостиницы. Давайте. В основном все ступенькоходы, они выполнены таким образом, что подъезжают под коляску и центр тяжести, соответственно, увеличивается. Да. И еще они поднимают так, чтобы платформа могла по ступеням спускаться. И непосредственно находящиеся на платформе принимают такое горизонтальное положение. Увеличенное. И когда... Я то, что я наблюдал, люди на колясках с весом таким, получается, центр тяжести высокий, и она вот так начинает шататься. И еда. И если оператор не очень опытный, то он даже может ее упустить. То есть она очень... Я ничего не контролирую. Абсолютно ничего. И ты должен быть легкий вместе с коляской. Сейчас мы посмотрим, что за конструкция этой платформы.